МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Рязанской телекомпании Город. Программа «Время говорить». Здравствуйте! О наиболее важных событиях сегодняшнего дня расскажут наши журналисты. Коротко о главных из них. Кому мешал хлеб? Рязанец обнаружил в полях целую гору мучного. По просьбе горожан, в нашу редакцию продолжают поступать обращений рязанцев с просьбами о помощи. Лавка с наркотиками. Сотрудники полиции задержали торговца на свае. Ну а теперь обо всем по порядку и во всех подробностях. Начнем с новостей праздничных. В воскресенье в микрорайоне Дашково-Песочня для местных жителей был проведен праздник, посвященный проводам зимы. Организован он был депутатом Рязанской областной думы Игорем Трубицыным. Программа была интересная. Гости праздника угощались блинами, баранками и горячим чаем. Дети и взрослые участвовали в веселых конкурсах с призами. На праздники выступал народный коллектив. Ну а кульминацией гуляний стало сожжение чучела масленицы. Вот так весело и с размахом зимой попрощались жители Песочни. По-доброму и уютно, как старые добрые. К другим новостям. В редакцию нашей телекомпании продолжают поступать звонки от граждан. На этот раз с просьбой осветить свою проблему к нам обратилась многодетная мама, жительница Рязани. Женщина пытается выяснить, почему ей, воспитавшей и поднявшей на ноги троих детей и достигшей пенсионного возраста, не полагаются государственной доплаты. В ситуации разбиралась Алена Куколева. Быть многодетной мамой – это большой труд и ответственность. Поэтому вполне справедливо, что такая женщина должна пойти на заслуженный пенсионный отдых раньше общепринятого срока. Но здесь есть и свои нюансы. Надежда Владимировна Семакина – мать троих уже взрослых детей и счастливая бабушка. И эту поистине богатую женщину интересует вопрос, а является ли она действительно многодетной матерью. В выходе на пенсию в 50 лет ей отказали. Уходила, еще раз приходила. Повторно спрашивала, говорю, считаюсь я многодетной мамой, мне вот с 50 лет уходить на пенсию или с 55? Нет, не считаетесь. В поликлинике считалась, на очередь ставили меня, я считалась. А на пенсию, как по возрасту идти, я уже не считалась как многодетной мамой. Вот я являюсь многодетной мамой или не являюсь? Я так вот прожила столько лет и ничего не поняла. И правда, если действовать согласно букве федерального закона, на досрочный выход на пенсию в возрасте 50 лет могут рассчитывать не все матери в статусе многодетных, а только те из них, которые родили минимум 5 детей и воспитали их до 8 лет. Таким образом, пятого ребенка женщина должна родить не позднее 42 лет. Тогда она может выйти на пенсию к 50 годам. Получается, что пенсионный возраст многодетных мам – понятие достаточно условное. Причем, если семья живет в городе, у женщины к этому возрасту должно быть 15 лет трудового страхового стажа. При отсутствии стажа пенсию даже многодетная мать-горожанка будет получать на общих основаниях. Для женщин, проживающих в сельской местности, такая норма не предусмотрена. И если семья имеет формальный статус многодетной, когда в ней воспитываются 3-4 ребенка, на досрочный выход на пенсию женщина рассчитывать уже не может. Сейчас предложены новые условия выхода на пенсию для многодетных матерей и могут быть уточнены условия досрочного назначения пенсии. Предполагается определять в качестве условия для получения досрочной пенсии рождение как минимум трех детей. Если законопроект будет одобрен, изменения вступят в силу с 1 января 2016 года. В итоговой программе мы вернемся к этому вопросу с комментарием от представителей пенсионного фонда. А пока продолжим. Рязанские полицейские прикрыли точку продажи на свае. Злоумышленник-продавец жевательного наркотика реализовывал свой товар прямо в центре города, на улице Праволыбецкой. Подробнее в репортаже. В начале этой недели сотрудники полиции пресекли деятельность одной из точек по незаконному сбыту наркотика, именуемого на свае, на рынке по улице Праволыбецкой. В ходе последней проверки сотрудниками полиции были задержаны уроженцы республики Узбекистан, у которых было выявлено приблизительно 16 килограмм на свае. При досмотре у продавца стражи порядка нашли 10 килограмм запрещенного наркотического вещества. И еще 6 было обнаружено неподалеку от точки продажи. По подсчетам полицейских, такого количества на свае хватило бы на 800 разовых доз. На данный момент выясняется происхождение партии на свае. Распространителям грозит штраф в размере 60 тысяч рублей и уголовная ответственность. На свае по своему действию приравнивается к наркотическим веществам, которые вызывают сильнейшее привыкание. Жевательная смесь распространяется в основном среди подростков, что может стать первым шагом на пути к употреблению тяжелых наркотиков. Суд постановил, резанец, убивший в 2012 году своего 82-летнего дедушку, проведет 10 следующих лет своей жизни в колонии строгого режима. Эта информация недавно появилась на сайте следственного управления. Подробности по делу в сюжете Олеси Харлиной. У жильцов самые обыкновенные квартиры, как и у всех, бывали разногласия. И погибший пенсионер на правах самого старшего члена семьи присматривал за домочадцами. Когда дедушка увидел, что недавно закодированный внук угощается абхазской чачей, разумеется, сделал замечание, за что получил немало серьезных тумаков. Дед зашел в комнату внука и начал ему высказывать после. Все это произошло именно в комнате. Избивал руками и ногами. Он непосредственно. После чего, сразу после избиения, после того, как дед уже лежал на полу и не подавал признаки жизни, внук просто лег на соседнюю кровать, на которой всегда спаялась, и заснул. Самое интересное, что потерпевшая, эта дочь пенсионера, в итоге встала на сторону своего сына. Женщина всячески пыталась обеспечить ему алиби и фактически противодействовала процессу сбора и проверки доказательств. А сам Максим Чередник, написавший до этого явку с повинной, вскоре от своих показаний отказался и причастность к преступлению отрицал. Последнее, что я помню, меня уже отсюда забирали сотрудники. Из этой комнаты? Да. Суд счел, что за смерть деда виновник должен провести за решеткой почти 10 лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Еще одной громкой новостью стало раскрытие сотрудниками регионального наркоконтроля канала поставки синтетического наркотика из Китая. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны с поличным двое рязанцев, которые организовали контрабанду высококонцентрированных наркотиков из КНР путем международных почтовых отправлений. У подозреваемых были изъято две посылки, внутри которых находился концентрат, так называемый «кристалл». Запрещенное вещество совокупной массой около одного килограмма предназначалось для дальнейшего розничного сбыта. Также в ходе обыска сотрудники УФСКН установили дополнительные факты незаконной деятельности одного из фигурантов. В сельском доме 34-летнего мужчины, расположенном в Спасском районе, были обнаружены 130 граммов кристалла и оранжерея, где культивировалась конопля отборных сортов. Изъяты емкости с кустами наркосодержащего растения, оборудование и удобрения. Следственным отделом УФСКН возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Хлеб всему голова. Утром 23 февраля в поле возле микрорайона Недостоева жителям Рязани была обнаружена гора хлеба, упакованного в герметичные пакеты. Сделанные им фотографии и отснятое видео мгновенно разошлись по соцсетям. Чей это хлеб, кому он помешал и как оказался на улице, попыталась узнать Ирина Ковалева. Свалки мусора сегодня, если и возмущают жителей города, то уже не удивляют. А вот сотни упакованных белых и черных батонов, расположившихся с живописной горой на пустыре, вызвали множество вопросов. Как выяснилось, хлеб был изрядно просрочен, а произведен 24-м и 28-м хлебозаводами, которые, кстати, сотрудничают в нашем городе только с сетью магазинов «Магнит». Однако выяснить, из какого именно филиала был вывезен хлеб, рязанским журналистам не удалось. Администрация двух магазинов сети, расположенных неподалеку от указанного места, заявила, что в ближайшие дни они не проводили списание продукции. А портал РЗН-Инфо в рязанском филиале «Сети Магнит» объяснили, что на свалку они вообще хлеб не вывозят. Вся нереализованная хлебобулочная продукция возвращается поставщикам. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. И напоследок сюжет о погоде, которая, кстати, несмотря на календарный февраль, продолжает нас радовать. Надолго ли это? Или можно уже попрощаться с холодными зимними вечерами на ближайшие, как минимум, 7 месяцев, расскажет Наталья Новикова? Видимо, кто-то очень сильно хотел весны. И поэтому в феврале всего 28 дней. Зима доживает свои последние календарные деньки. Ощущения приближающейся весны уже витают в воздухе. Да и вообще, последний зимний месяц выдался аномально теплым. Среднесуточная температура воздуха больше соответствовала марту и превышала норму на 8-10 градусов. И почти повсеместно были побиты температурные рекорды. В Рязани 21 февраля был перекрыт абсолютный максимум 1998 года 3,2 градуса. В этом году температура поднялась до 3,7, а по области до 5,5 градусов. Последние дни февраля не станут исключением из теплого правила. По предварительным прогнозам синоптиков, оттепель сохранится до конца зимы. А вот облаков в ближайшие дни станет больше и возрастет вероятность осадков. 26 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью минус 2, минус 7 градусов, днем 0, плюс 5. 27-го уже пройдут местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью чуть выше, минус 4, плюс 1, днем минус 1, плюс 4 градуса. 28 февраля также местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха ночью еще чуть повыше, минус 2, плюс 3 градуса, а днем минус 1, плюс 4. Словом, весна идет, весне дорогу, а спутанные карты зимы ей только на руку. Это все новости на сегодня. Далее в эфире программа подробностей. Гостем нашей студии стал отец Павел Коньков, пресс-секретар Рязанской областной епархии. Он расскажет о начале Великого поста, спасибо, что были с нами. Смотрите нас на Рязанских кабельных. Всего доброго. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40 Музыка 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 Редактор субтитров А.Семкин